этот завтрак я готовлю часто самый полезный самый быстрый из того что есть в холодильнике 1 ложка муки много фруктов у меня на данный момент две груши одно яблоко которые я нарезаю тонко на сливочное масло топленое кладу в сковороду томлю затем заливаю тестом из чего теста это одно яйцо где-то ложки 3-4 кефира которые вы взбиваете и добавляете туда четверть чайной ложечки соды и соли немного сахар я не добавляю взбиваете вот это все и добавляете муку я добавляю столовую ложку с горкой с большой если у вас какие-то свои взгляды и неприятие муки белой то вы вполне можете заменить ее чем-то своим смололи какую-то сделали муку другую но здесь важна клейковина муки или смололи овсяные хлопья крупные или мелкие в муку добавили столовую ложку с горкой вот в это все взбили очень тщательно и те яблоки и груши или что у вас там банан все что томится на сковородке залили вот этой смесью жарим на сковородке под крышкой на очень маленьком огне прихватила внизу немного она зарумянилась перевернули используя тарелку тарелку на сковородку перевернули сковородку и вернули вот этот пирог я называю называю его большое большая оладья и продолжаете под крышкой еще выпекать это очень вкусно это полезно потому что здесь есть белок яичный здесь есть желток яичный то есть это яйцо которое нам рекомендуют все диетологи на завтрак это большое количество фруктов это фруктоза которую мы можем потреблять лучше фрукты есть утром как мы знаем уже если но мука единственный недостаток то есть это без сахара все и мука но про белую муку я уже рассказала чем ее можно заменить значит такое же творение мы можем сделать на обед закусочным если вместо фруктов мы нарежем на сковороду овощи овощи это может быть кабачок баклажан это может быть что еще там перец сладкий морковь капуста все вот все что у вас есть и также небольшое количество в зависимости от порции вы это припускаете на сковороде и заливаете тестом можно еще присыпать сыром обратите пожалуйста еще внимание на то что сырники я подаю с с фруктами и фрукты у меня припущены на сковороде на топленом сливочном масле это очень вкусно это вкуснее чем яблоки просто запеченные в микроволновке тем более что микроволновку мы уже изъяли из обихода этот десерт сметанное или сливочное желе с малиной у меня есть о нем видео и я вам в конце этого видео дам на него ссылку поистине это волшебный десерт который никогда никого не разочаровал он обычно у всех получается пожалуйста приятного аппетита понравилось вам делаете ли вы это когда-нибудь это настолько просто и настолько быстро и настолько но я бы сказала экономично в зависимости от того как что вы используете основой какие овощи и какие фрукты приятного аппетита всего доброго девочки вы знаете как называются эти цветы если кто-то знает напишите мне пожалуйста я проверю какие вы ботаники это чудо которое расцветает именно когда уже все засыхает в сентябре месяце весной вылезает огромные листья огромный куст листьев массивных сочных потом он в августе высыхает отмирает и вылезает цветы